Рамзан Ахмадович, я вас очень прошу войти в мое положение, помочь, вернуть особняк. 86-летний художник Марлен Ччан уверен, кроме главы Чеченской Республики, ему никто уже не поможет. Особняк в самом центре Москвы, который является частью ансамбля Грибоидовского ЗАГС, у пенсионера купили за 6 тысяч рублей. Организовал все сын его друга детства, бывший полицейский Карапет Мартирасян. Ольга называл, как будто я продал акцию его друзьям. Тут тоже такие подонки, как он. Извини. Здание в Малом Харитоневском переулке стоимостью около 100 миллионов рублей Ччану досталось еще в советское время. Художник реставрировал старейший ЗАГС Москвы и получил помещение под подсобку. Позже он оформил его в собственность. Под предлогом, что хочет помочь вернуть долги с арендаторов, Карапет Мартирасян подсунул Марлену Григорьевичу на подпись бумагу, якобы согласие на представление интересов пенсионера в суде. Я верю, человек включен. Ну как я могу спрашивать, что это? Он пришел мне помочь. Значит, я должен... Помощь усунули, я расписался. Оказывается, там написано, что я его назначу генеральным директором. Это все. И пошло, и поехало. Позже оказалось, что Марлен Григорьевич передал акции своего акционерного общества, которое владело особняком третьим лицам всего за 6 тысяч рублей. Ну а далее, как говорят правозащитники, схема вполне известная. На первом этапе подсовываются документы о продаже пакета акций за 6 тысяч рублей. Дальше подводятся тут же номиналы, которые продают третьему покупателю. И в данном случае схема разбавлена тем, что начали на основе сфабрикованных документов, у нас десятки свидетелей на этот счет, начали процесс банкротства, чтобы окончательно можно было похищенное, ну, возьму в кавычки, отмыть. Правозащитник Дмитрий Романенко говорит, что конечным покупателем в этой схеме оказался чеченец Шаман Пашаев. Именно поэтому пенсионер, лишившийся имущества, и решил обратиться напрямую к Рамзану Кадырову. Правда, сам Шаман Бехсалтанович, когда узнал о съемках, пообещал правозащитнику разобраться без камер и журналистов. Ты забыл еще, блядь, Пашиняну отправить, блядь, твою мать, обращайся куда хочешь, я твой рот, блядь, я тебе говорил, давай встретимся, блядь, ты не захотел, блядь. Вот ты и доигрался, блядь. Разберемся. Карапет Мартиросян оказался более вежливым. Мужчина уверяет, мошенник не он, а пенсионер, который добровольно продал свой особняк, а теперь ломает комедию. Продолжение следует.